Сколько смены стоишь? Две. А? Две. Две тысячи? А сутки? Две тысячи. То есть с восьми до восьми, вернее с патриотехни до восьми? Или с девяти? С десяти. С десяти? Я не знаю, я не знаю. Ей снова не повезло. После ночного визита полицейских в нелегальный горный клуб на улице Победы 22-летний Танис Уралмаша, назовем девушку так, ибо даже классик утверждал, что она звалась Татьяной, ни красотой сестры своей, ни свежестью ее румяной не привлекла пана очей. Тем не менее, через две недели подпольных трудов Татьяне снова придется искать новый заработок. На этом силовики поставили жирный крест, к которому можно приложить протокол об изъятии сорока одноруких бандитов, замаскированных под аппараты с лотерейной удачей. Отпускная стоимость для тебя рубль штука. Даже не рубль, а рубль двадцать. А двадцать за что? За обслуживание. Игорный клуб с одним входом, но двумя выходами, прятался в неприметной на первый взгляд пятиэтажке. Когда нагрянули силовики, 15 джентльменов удачи. В прокуренном зале стучали по кнопкам, запивая неудачу пивом с щипсами. Подпольный клуб на улице Индустрии с 35 аппаратами располагался в двух залах и прятался за аптечным фасадом. Без оперативной наводки ни за что не догадаешься, что рядом в подвале клиента предлагают пилюли от жадности. Чтобы попасть в этот игорный зал, нужно было проникнуть за стальную дверь с мощным запором. Вместо дверного глазка видеокамера на липучке. Еще две злачные точки на Уралмаше прикрыты. Однорукие бандиты арестованы и просидят под стражей до суда. Впрочем, стучать бубные литавры и дуть в победоносные рожки, пожалуй, преждевременно. Подпольные игорные клубы словно бледные поганки. Растопчешь возле одного пня, они вылезут у соседней коряги.